Всем привет! Сегодня 15 ноября, 22-й год, вы с Олегом Соскиным. Давайте проанализируем следующий контент. Итак, 20-ка, которая проходит, собственно, началась предварительные встречи 14-го числа. Кардинальная произошла встреча. Впервые встретились Синдзепин и Байден в качестве президента. До этого они встречались, но когда тот был вице-президентом при Обаме. И обсуждали вопросы, в том числе Украину. Ну и, естественно, Китай заявил о том, что надо прекратить огонь, как он сейчас говорит. Надо сесть за стол переговоров. Ну как сесть? Как сесть? Вот давайте Гонконг станет снова независимым и будет тогда Китай с ним вести переговоры. Или Тайвань объявит о своей независимости и Синдзепин сядет спокойно с президентом Тайваня. И мирно будет, например, на американском авианосце, Рейган, они будут вести переговоры. То есть, когда других касается, так всегда пожалуйста. А когда про себя белых, пушистых, любимых, так тут уже сразу нет, это наша территория. Мы не допустим разрушения, отделения Тайваня, а тем более Гонконга. Слышите? Сожрали Гонконг. Там было четко, когда Гонконг, ну великобредание, идиоты сделали такую дурню. Но все равно там договор был, там соответствующие были заключения. Там было так, что одно государство, две системы. Ну и коммунисты, бандиты это все нарушили, оккупировали Гонконг, посадили всю оппозицию в тюрьмы, разогнали все оппозиционные силы и все. Вот всем все, чем закончилось. Нельзя коммунистам, бандитам верить. Нельзя ни при каких обстоятельствах договариваться с ними в каких-то соглашениях, подписывать с ними что-то. КГБ, КГБ, коммунисты, это бандиты, разбойники, они всегда имеют одну и ту же природу. Это надо просто вот там в мозгах записать себе, кто не может такие выучить простые вещи. Вот и все. Индонезия, как вот этот их президент тоже выступил с такой глупостью, что надо прекратить агонию. Украина должна сесть за стол переговоров и согласиться, что значит, что 15% территории отдать московитам, да? Очень умно. Этому бы нынешнему президенту, он бы почитал биографию вот этого президента Индонезии Сухарта. Я их всегда там, у них один Сухарта, а второй Сухарта. Вот, один коммунист был, а второй наоборот антикоммунист. Вот этот, который антикоммунист, он уничтожил всех коммунистов, в том числе и этого президента коммуниста. Он столько коммунистов перебил там, сотни тысяч, чтобы установить нормальную систему. И установил. Никакой, а коммунистическая партия Индонезии находилась, кстати, под контролем Мао Цзэдуна. Поэтому китайцев там били тоже по полной программе. Но зато сегодня Индонезия, хорошо развивающаяся страна, которая принимает, входит в двадцатку самых развитых государств и принимает с самой двадцати. И этот нынешний президент вот это болтает, что Украина должна сдаться. А чего ж твой не сдался президент, а наоборот перебил всех. А надо было Китаю сдаться к Мао Цзэдуну и нормально было. Где бы ты сейчас был, тебя бы вообще на уровне этого, не буду уже говорить чего бы, не было бы. Вот и все, вот и все. Вот вам результат. Потому что болтать все способны. Макрон этот тоже болтливый, все время говорит, надо сесть за стол переговоров. Куда садиться? Как садиться? С кем садиться? Макрон? С кагибистами? Разбойниками? Убийцами? Он посмотрит, что они натворили в Херсонской области. Поедь, Макрон, возьми свою лялю и поедь. Посмотрите, что творится. Даже трансформаторы уничтожили, телевышку уничтожили, сколько котивин знайшли, скільки братских могил знайшли, скільки замученных, с тортурой люди, які пришли. И вот это он тоже болтает сидит, что надо сесть. А слышите, а где, кстати, Сунак? Слышали, чтоб он что-то сказал? Говорил, что он выступит против России. И вот мне правильно пишет, там с Англии пишет, это говорит одна, пишет такая мадам, ну очень умная, сделала комментарий, говорит, что муж ее называет его этим самым, снэйк, да? То есть вот змея, если не ошибаюсь, переводится с английского. Вот там отличная характеристика она этого, Риши Сунака дает. Чистый такой, знаете, это как цивилизация этих, нагов, или как они там назывались. Вот и все. Вот он натурально вот такое существо. Где он? Видели, чтобы он что-то выступил, заявил, мы поддерживаем Украину? Я что-то не видел. Кстати, мне пишут там тоже, что вот я не прав, по Бельгии они так хорошо беженцев поддерживают и так далее. Дорогие мои, оружие где от Бельгии? Где? У них прекрасная артиллерия, у них отличные гаубицы и другие системы, и танки, и прочее. Где это все? У них отличные оружейные компании, заводы, корпорации. Где все от Бельгии? Ничего нету. Хитрый этот король? Ох и хитрый. Я помню, работал я с Бельгией, мы проводя ниш этого Сашу Волкова тогда прикрывали очень сильно. А Григорий Амельченко сильно их тогда, как говорится, вскрыл. Они там, есть хорошие, помню, был прекрасный посол Бельгии, француз он был, наверное, француз, может быть. И мы отлично с ними работали, много провели мероприятий. Ну, тогда планировали повезти мэра в Бельгию, но не получилось, послы сменились, пришло какое-то другое, что-то недоразумение. На Леонтовича у них посольство было, напротив нашего института, мировой экономики, международных отношений, где я был первым замдиректора по научной работе, это Национальная академия наук был, университет, еще Пахомов жив был, Юрий Николаевич. Ну, а потом пришла всякая таракань всякие, пришмандовки, уничтожили институт мировой экономики, международных отношений. Может, кто-то из этих президентов озаботился, может, этот Ющенко, этот колхозный бухгалтер, или этот шоколадный лавочник Порошенко, не говоря уже про бандита-рецидивиста, вора в законе Януковича, кто-то это? Нет. Все уничтожили при Януковиче и еще и этого бедного Пахомова побили. Вот и все, и он потом скончался. Кто-то стал на его защиту, никто не стал. Вот и все. Вот так уничтожается в Украине интеллект. Ну, понятно, получили тогда при власти богемную тусовку. Эти ребята, они, как говорится, им палец в рот не клади, они всю руку откусят. Вот и давайте, хавайте по полной программе. Заработали, не хотели интеллектуалов защищать и поддерживать. Ну, так давайте по-другому будете тогда. Воюйте в полный рост. Еще не один год воевать придется. Поэтому вот такая ситуация есть. И вся банда путинская четко выступает, что спецоперацию они будут вести до конца. Ну, до своего, видимо. И самое важное, это то, что народ безмолвствует. Народ безмолвствует. Молчит народ, живущий на просторах 16% суши под названием Российская Федерация. Уничтожают их. На фронте гибнут они там каждый день почти от 800 до 900. Уже тысячи скоро человек будет в сутки уничтожаться. Уже всю армию практически свою сухопутную собрали на этот фронт. Уже уничтожено 60% танков всех и прочие их техники. Самолетов, сколько этих аллигаторов К-52, крокодилов уничтожили. И прочие техники. Ну и что? Уже ракет у них не хватает. Все равно народ молчит. Чего вы молчите? Один, слышите, выступил мобилизованный на защиту. Там как-то патриот называется этот полигон. Такое название полигон, патриот, не поймешь. На защиту общую. Его начал бить. По сути, против него выступил подполковник. Бить его начал. Он его оттолкнул. Но если бы не оттолкнул, так он бы его вообще затоптал. Что вы думаете, его арестовали этого рядового? Да, приличный мужчина, правильные вещи говорил. Уже арестовали, ему уже угрожает, что его в тюрьму посадят от 5 до 15 лет. Прокуратура говорит, следственный комитет надо арестовать. Слышите? А все остальные, которые его выдвинули как представителя своего, варежки закрыли, рты зашили, язык в одно место засунули и молчат. Ну так пойдете на корм опарышем, рыбам пойдете на корм. Раз вы такое быдло молчаливое, что даже человека, которого вы уполномочили, он вас защищает, чтобы вас не убивали. А вы даже его хотят теперь казнить, а вы его даже не можете защитить. Вот вам и московиты. Вот их сущность бандитская. Рабы. Они обыкновенные рабы. Быдло. Быдло, которые такие, как и белорусы, подняться не могут. Вот и все. Они терпят, что над ними какие-то умалишенные воры, которые накрали десятки, сотни миллиардов долларов, ими управляли. Им это нравится. И чем больше их лицом в грязь эти бандиты возят, тем больше им это все нравится. Слава Богу, что в Украине, благодаря вот таким, как Соскин и другие, национал-демократы, нам удалось все-таки за эти 30 лет как-то вот эту дрянь, вот эту лакейскую, рабскую, вытравить немножко. Но было много революций, потому что их же надо каждый раз было методологически обосновывать и поднимать. Это ж не просто так. Сколько работы было проведено. Но потом, которые приходили к власти, они опять шариками-швондерами становились, чтобы только украсть. Украсть, украсть и украсть. Вот и все. Ну, потому что не была решена проблема с Кучмой. Если бы тогда была доведена революция Украины с Кучмой, была бы совсем другая ситуация. Была бы уже другая бы Украина. Ну, еще был один шанс. Это Черновол. Это Черновол. Это в модели. И первый раз, когда он шел, его раскололи тогда национал-демократов. Лукьяненко пошел, Юхновский, Лановой пошел. Там чего было всем лезть. Если бы шел один Черновол, то во всяком случае, или была бы победа в первом туре, или был бы второй тур, и он бы во втором туре победил бы этого Кравчука. Но, где ж все мы крепки с задним умом, но вы хоть молодежь делаете выводы. Я удивляюсь, что меня вот эти молодые, которые надо думать о смысле жизни, как говорится, что их ждет, они меня меньше смотрят, чем люди зрелые. Ну, зрелые знают, что знают Соскина, и знают то, что я говорю, потом рано или поздно сбывается. А эти ж еще молодые, их еще мало, их еще кувалдой по лбу не били. Ну, ничего, ребята, это быстро такой опыт очень быстро приобретается. Особенно, если вы не хотите учиться, будучи молодыми. Думаете, что вы можете пройти какой-то там, где мы не смогли пройти, то вы пройдете. Да нифига не пройдете, так не бывает. Объективные экономические, политэкономические законы попрать никто не смог за тысячи лет, за тысячи лет. И лучше капитализма, и товарно-денежных отношений, и частной собственности, и трудовой производительной ничего нет. Просто она всегда развивается параллельно с ростовщичеством, с так называемой кражей денег. Ну, такова жизнь. Эти два процесса двигаются параллельно. Параллельно. Продуктивный капитал и ростовщический капитал. Это две системы капитала, которые функционируют уже тысячи лет на матушке-земле. Вы с Олегом Соскиным. Вот такой бы сделал вам небольшой анализ. Исходите из того, что надо бороться, надо отстаивать себя. Ну, и до новых встреч.